Всем привет! И сегодня у нас интервью с человеком, который заболел коронавирусом. Антон Кадушин, российский тренер по боксу, работающий в том числе и в штабе национальной сборной. В составе команды он летал сначала на сборы в Италию, а потом и на Олимпийский квалификационный турнир в Лондон. Кадушин вернулся в Россию 17 марта, а через неделю проявились симптомы коронавируса. Сейчас тренер продолжает лечение. О своей болезни Кадушин подробно рассказал нашему корреспонденту Михаилу Потапову. Расскажите, где вообще вы были за границей в последнее время, то есть именно с февраля. Только в Лондоне или были какие-то другие поездки еще у вас? У нас была Италия в феврале, но тогда еще не было никакой вспышки. У нас был совместный сбор, там было 11 стран, и мы вернулись оттуда в 20-х числах февраля. Там еще не было никакой эпидемии, ничего. Как-то мы улетели, и началась вот эта там уже ситуация вся. А потом мы провели сбор в Сочи 10-дневный, и 10 марта мы вылетели в Лондон на квалификационный европейский турнир. Правильно ли я понимаю, что, скорее всего, именно на нем, именно в Лондоне, подхватили вы коронавирусную инфекцию? Там все и произошло. Я думаю, что я не на нем подхватил инфекцию. Мне рассказывали тренеры, мои коллеги из соседних республик, что с нами на рейсе летели тренеры из армянской команды, из армянской сборной через Москву в Ереван. И впоследствии вот одного из тренеров подтвердился этот диагноз. Это как раз тренер летел рядом со мной на соседнем кресле. Мое предположение, что я заразился только от него, потому что вся команда здорова, никто у нас не болеет, все сдали мазки по несколько раз уже. Вот я единственный, кто заболел. И вот я как раз сидел рядом с ним. Что в тот момент вы думали про коронавирус в целом? То есть тогда, я так понимаю, еще всерьез никто особо эту опасность не воспринимал, да, три недели назад? Вы знаете, я, вот мое мнение такое, что я и сейчас не воспринимаю всерьез эту опасность. Почему? Потому что, ну, я восемь лет назад переболел гриппом. Я в разы тяжелее болел, чем вот сейчас. Да, там у каждого иммунитет разный, там могут сказать, откуда же тогда смерти, которые происходят в Италии, в Испании. Я скажу так, что вот, допустим, зная здравоохранение тех стран, у меня живут там и друзья близкие, и все рассказывают, там, насколько вот мне известно вообще, по крайней мере в Италии, в Испании, если у вас не будет температуры 39, и вы не падаете замертво, к вам не вызовут врача, вам никакую такую более серьезную медицинскую помощь не окажут. Это не как в России, там уже с температурой 37,5 к вам может доктор прийти. Поэтому я думаю, что там как раз-таки вот усугубилась ситуация в том, что люди ходили с температурой, как правило, это пожилой возраст, и доводили уже до такого себя состояния, когда шли уже осложнения. Но согласитесь, и при гриппах бывает осложнение, и пневмония. И так же люди умирают и при гриппах. Я думаю, что болезнь обычная, да, обычная болезнь, она есть, я ее не отрицаю, но делать из этого вот такой вот прям, создавать панику, я бы не стал. Лучить про обычную, да, карантин сейчас нужен для того, чтобы помочь врачам, чтобы они справились с теми больными, которые уже сейчас есть, предупротивляют. А когда вы сами почувствовали первые симптомы, и какие это были симптомы? Кашель, температура, что было? На седьмой день самоизоляции у меня появились первые симптомы. У меня появилась ломота в теле, начало крутить суставы, ноги особенно очень выкрутило. Температура 37,5. Я уже знал, что нам доктор нашей команды сказал, что если будут какие-то первые симптомы, вызывайте скорую. Я созвонился с ним, еще раз переговорили, он сказал, вызывай. Приехали врачи, я уже сказал, что у меня был контакт вот с этим тренером из армянской команды, и что, возможно, у меня это есть. Они приехали уже с тестом, сделали мне первый тест. В ночь у меня поднялась температура до 38,4, и вот при этой температуре очень сильно болела голова. Тест, мазок, да, из носа берется, правильно я понимаю? Да, где в рта и нос. Вот, и значит, в ту же ночь 38,4 температура, и вы как бы тогда уже поняли, что, скорее всего, это оно и есть, да, то, что это коронавирус? Ну да, необычные симптомы, я понял, скорее всего, тем более у меня, я уже знал, что этот тренер болеет, и у меня был с ним контакт, и я теоретически мог предположить, что уже вот у меня это есть вирус. Так, в общем, через несколько дней только подтвердился ваш диагноз, они же не сразу, то есть... Да, мне позвонили 28-го числа, с эпидемиологией сказали, что мой мазок дал положительный результат, и что приедут повторно, возьмут у членов моей семьи, вот у дочери и у супруги. Они приехали вечером 28-го, взяли мазки у меня повторно и у них, и вот, соответственно, больше ко мне вот... Именно вот из этих врачей никто не приезжал больше, пока мазки на меня не брали. Какое лечение вам назначили? Как вообще проходит болезнь? Ну и лечение по симптомам, температуру сбивать, если высокая. Я на четвертый день стал колоть... На пятый день я стал колоть антибиотики, чтобы у меня... Потому что у меня было красное горло, и врач мне сказал, что у меня может это спуститься в легкие. Я стал полоскать горло, промывать нос, дышать небулайзером, колоть антибиотики и пить противовирусную. То есть никакого специального лечения для конкретной этой болезни нет? Лечится просто... Нет, специального лечения нет, потому что все лечат посимптомно. У всех симптомы разные. Например, у меня нет кашля. Слава богу, у меня не появился, он не спустился в легкие. Хотя все говорят, что сухой кашля обязательно присутствует. А оказывается, не обязательно. Да нет, это не всегда. И на самом деле у людей симптомы разные. Кто-то вообще там с 37,3 температуры переносит это на ногах. Я вообще все больше скажу, что у меня у моих знакомых, вот сейчас я столкнулся с этой ситуацией и стал общаться, выясняется, что многие семьи, начиная с декабря, переболели уже характерными такими признаками. И пневмония была, и в больницах лежали, и кашля с температурой, и все лечились. У меня такое ощущение, что уже большая часть населения нашей страны уже перенесла коронавирус. Как ваше состояние меняется за последнюю неделю? То есть вам становится лучше, да? Мне лучше, у меня аппетит появился, я стал вкусы чувствовать. Пью много теплой воды, кушаю овощи, фрукты. Температуры нет у меня уже двое суток. Нормально? Нет, ну чувствую, что у меня еще нет того, скажем так, прилива сил, который у меня есть, когда я здоров. Но то, что там даже сравнить, там, 3-4 дня назад, я себя значительно лучше чувствую. Появился снова вкус, а до этого пропали рецепторы, да? То есть вот то, что рассказывают, что потеряется вкус и запахи тоже, то есть это все... Да, да, нет ни вкуса, ни запаха, ни системы вот этих рецепторов вообще не работает, ни обоняния, ничего. Потому что видно, все воспалено или там как-то, я не знаю, почему так, но вот допустим, я даже пил чай с медом, я вообще не пил, мне казалось, что я пью просто жидкость. У меня такое было тоже лет 7 назад, когда был сильный грипп, то есть, видимо, когда сильный грипп, такое происходит иногда. Вот, а вы, получается, дома лечились, правильно? Госпитализацию вам не предлагали? Да, я дома, потому что, когда приехали врачи, стали советоваться со мной, поеду ли я в больницу, или нет, я сказал, что я не ощущаю, например, себя так тяжело, чтобы мне необходима была именно помощь в больнице. Зачем я буду занимать чье-то место, если человеку действительно будет какому-то тяжело, и на его месте лежу я, если я могу находиться дома. Ну, и это первое. Второе, то, что, мало ли, что я сейчас еще наберу в больнице каких-то бактерий на себя. То есть, я могу свою картину только ухудшить какими-то теми бактериями, какие там уже есть. Я остался дома, я подписал бумагу, что я отказываюсь от госпитализации и останусь дома на лечении. с другой стороны, заразить членов семьи же всегда можно, правильно? вот, ваши члены семьи сдавали тесты, они отрицательные показали результаты? Да, да, у меня, я болею, я один только. А, то есть, сейчас все уехали из дома, пока дома один, да? Нет, дом и есть, со мной живет жена и дочка, только они не болеют, все нормально. Я нахожусь в отдельной комнате в изоляции, супруга протирает дважды день полы в квартире, там, кстати, принесли какие-то специальные таблетки, их растворять надо в воде и им его протирать все в квартире, полы, полки, ручки, двери, двери, то есть, все она вот это делает, дезинфекцию. И, ну, не контактируем практически, я нахожусь, можно сказать, в изоляции в одной комнате. С врачами контактируете, что они говорят, когда должно полное выздоровление наступить, например? Меня подключили к специальной программе телемедицины, вот они мне звонят ежедневно, бывает даже два раза в день звонят, спрашивают мое состояние, спрашивают динамику, значит, записывают все, но полное лечение, сказали, полное излечение только тогда, когда возьмется третий мазок, точнее, три мазка подряд, и они будут отрицательные, то есть, вот сегодня у меня получается уже двое суток, как я уже без температуры, но я думаю, что через несколько дней придут, возьмут первый мазок, посмотрят, и вот как три таких мазка, будто отрицательных, человек считается выздоровеющим. А их каждые там три-четыре дня берут, да, или каждую неделю, как часто должны их быть? Вы знаете, они мне не сказали, когда, в каких интервалах они делают заборы, но сказали, что через два-три дня придут и возьмут у меня первый мазок, если у меня больше не будет никаких ухудшений в состоянии. Если уже резюмировать тему, то с чем сравнить можно эту болезнь? Скорее с гриппом, правильно, если по вашему ощущению? Орви, да, то есть по состоянию Орви, я не могу ничего конкретно такого выделить, что, допустим, ой, это вот такая болезнь, то есть обычные Орви, которые, ну, я лично, еще раз повторюсь, я лично так ее переношу. Я просто разговаривал с врачом, и мне врач сказал, почему многие вот так запускают, потому что появлялись первые симптомы, там люди переносят на ногах 37, 37,5, не обращают на это внимания, и у всех же есть какие-то хронические заболевания, то есть и уже это, она любая болезнь бьет по хроническим заболеваниям, и вот человек начинает тем самым усугублять, и как вот мне объясняли, я тоже поначалу переживал, думаю, вот сейчас как везде начитавшись, на второй, на третий день это переходит все в пневмонию, мне просто доктор сказал, что не бывает такой клинической картины, что сейчас у тебя просто у тебя пневмония, в любом случае сам для этого ничего не делаешь, сам не усугубляешь, продлите ситуации должно быть, да, если ты будешь не лечиться, то у тебя, конечно, это перейдет в стадию пневмонии, бактерии попадут в легкие, и там будет развитие пневмонии, поэтому лечить все будет нормально, то есть обычное ОРВИ, вот я бы сказал, грипп, ОРВИ, это все то же самое. Как вообще остановить эпидемию, карантины способны остановить эпидемию, или что-то нужны более серьезные вакцины, не знаю. Ну, я думаю, что карантин это правильные меры, потому что карантин все-таки нужен для того, чтобы врачи справились вот с этим большим потоком заболевших людей, во-первых, тем потоком, которые именно идут в тяжелой форме, и для того, чтобы ее остановить, но я думаю, скоро придумают какую-то вакцину, какие-то способы лечения, и люди справятся с этим. Но карантин, я считаю, это обязательная фаза для того, чтобы помочь врачам, чтобы врачи взяли эту ситуацию под контроль, локализовали и сделали так, чтобы все выздоровели. Когда все закончится, Ваш прогноз, ощущения? Ну, я думаю, что неделю еще поболею, а там уже, дай бог, выздоровлю. А я имею в виду, вы, да, в течение недели наверняка у Вас уже симптомы спадают, а в целом в России, в мире вот эта вся история. Ой, я надеюсь, что это скоро закончится, потому что, ну, опять же, это все зависит от нас, как мы будем соблюдать те предписания, которые нам рекомендуют для того, чтобы помочь докторам. Ну, я думаю, что сейчас все-таки люди поймут, что надо самоизолироваться, надо эту ситуацию, чтобы взяли под контроль. И, ну, я надеюсь, что в июне это все уже пойдет на спад, и уже к осени вся ситуация нормализуется, и мы вернемся вот к нормальной и к обычной жизни, как мы и жили. Единственный, конечно, момент, я хочу сказать, что как это будет сказываться на людях, которые вот, сейчас же никто не работает, зарплаты, как, то есть люди лишь бы не страдали уже от голода, потому что преступность не возросла в связи с этим, то есть, тут вот именно вот обратная, вот эта вся ситуация не дала обратный эффект. Единственное, я за это переживаю, потому что все-таки не все люди богаты и живут там, как говорится, от зарплаты до зарплаты в основном. поэтому я надеюсь, что это все как можно скорее закончится и люди вернутся к нормальной жизни и уже мы забудем это как страшный сон. Что скажете тем, кто, во-первых, паникует слишком сильно и тем, кто наоборот не соблюдает карантин и так далее, вот ваши для них слова, совет, вот в первую очередь хочу тем сказать людям, кто в это не верит, это есть, это реально болезнь, она есть, может быть, еще раз на себе прочувствовав, может быть, она не так тяжело переносится, если ее вовремя начать лечить, как это показывают в СМИ и везде. Призываю соблюдать все-таки карантин, помочь тем врачам, которые борются сейчас за жизнь тех людей, кто лежит в тяжелой форме, чтобы не было новых больных, а тем, кто паникует, не паникуйте, я везде это призываю и говорю, что, ну да, это вирус, вирус гриппа, вы все болели ОРВИ, болели гриппом, ничего в этом такого нет, лечитесь вовремя, самое главное, прислушайтесь к своему здоровью, если у вас есть какие-то симптомы, начинайте сразу предпринимать меры лечения и тогда все будет хорошо, главное без паники. Антон, спасибо огромное, вот, вам поздравления, и, может быть, будем на связи в будущем. Спасибо всем, не болейте, всего доброго. Спасибо, до свидания.